Яркие брендированные шарики, музыка, информативные буклетики от приемной комиссии, сувенирные блокноты и завораживающий ролик на экране. В это воскресенье в первом социальном прошел заключительный в этом году день открытых дверей. Утро началось со снежной бури и сугробов по колено. Мероприятие могло оказаться под угрозой. И несмотря на это, с 10 утра в РГСУ становилось все больше абитуриентов, а стойка регистрации не оставалась пустой ни на минуту. Возможно, секрет в том, что при регистрации абитуриенты дарят памятный браслетик. Я вообще очень много наслышана об этом заведении учебном. Очень бы хотелось получить здесь высшее образование по специальности физическая культура. А данное мероприятие, думаю, то, что получу ответы на многие свои вопросы. И думаю, что будет очень интересно. Сарычева. Спасибо большое. С начала учебного года день открытых дверей сильно преобразился, начиная с места проведения, которое теперь находится в восьмом корпусе, заканчивая программой мероприятия. Сердца абитуриентов согрели не только волонтеры первого социального. День открытых дверей проходил в теплой и дружественной обстановке, где любой желающий мог задать интересующие их вопросы. Как проходит обучение, количество бюджетных мест и что нужно, чтобы поступить в Российский государственный социальный университет. В жизни человека есть три вещи, которые нужно сделать правильно. Это родиться в правильном месте, учить образование в правильном месте, ну и выйти замуж или жениться за правильного человека. Вот я уверен, что присутствующие здесь как минимум одно уже правильно сделали. У вас есть семьи, у вас есть люди, которые вас любят, у вас есть замечательные родители. Я очень надеюсь, что вы примете правильное решение и окажетесь на правильной студенческой скамье в правильном месте. Ну а третье, это, как говорится, дело житейское, в человеческой селезе, в общем-то, надо решать третью проблему. Прием будет вестись на 22 программ аспиратуры, на 52 магистрских программы, на 8 программ специалитета, 59 программ бакалавряда и 11 программ среднего профессионального образования. Все мы пытаемся поменять немножко формат неоткрытых дверей. Думаем, что это будет у нас не первый формат, возможно, что-то еще поменяем. Решили сделать его пока в одном корпусе. Сначала общая презентация, потом расходимся по кабинетам и далее консультация приемной комиссии. Первый вопрос у абитуриентов — это бюджетные места, и их в этом году достаточно, более 1400. Также вопросы про общежитие, вопросы про университет, ключевая база практик и трудоустройство. На этот раз мы подготовили для вас браслетики, мы подготовили папочки с информационным комплектом по всем уровням образования. Также на ресепшене можно взять брелки. После вступительных слов и презентации приемной комиссии абитуриенты разошлись по кабинетам, чтобы узнать больше информации по направлениям подготовки. Я хочу просто подчеркнуть, что все те же специальности, по которым мы ведем подготовку на первом уровне образования, они специальны и на втором уровне. Поэтому наши выпускники по кабриатам могут без перехода в какой-то другой вуз продолжить свое образование по второму уровню образования. По второму уровню. И правильно понять точку А, в которую я сейчас нахожусь, и точку Б, в которую я хочу попасть. Помните, наверное, тот поколение, которое старше, как старый анекдот. Звонок по телефону, мужчина поднимает трубку, ему говорят, я куда попал, а вы куда целились? Вот у вас сегодня задачка следующая. Определиться, куда вы сегодня можете целиться на самом деле для того, чтобы достичь тех целей, которые вы в своей жизни и не уставили. Я была на навигации университетов, и мне понравился этот вуз, потому что тут была факультет, на который я собираюсь поступать. Это педагогика, и мне было интересно посмотреть, что тут. Мне было интересно, как устроен этот вуз, и что тут есть, какие преподаватели, что нужно для поступления, какие есть вне школьные мероприятия. Первым делом, когда я сюда вошла, мне понравились люди, которые меня встречали внизу, регистрировали меня, а потом я прочувствовала всю атмосферу, и мне вообще все понравилось здесь. Сегодня мы были нацелены на то, чтобы встретить студентов, провели для них официальную часть, после они разошлись по направлениям подготовки, по тем факультетам, которые их интересуют. Мы представляем блок молодежной политики, у нас тоже есть своя точка на этом дне открытых дверей, и мы рассказывали абитуриентам все, что не связано с учебной деятельностью, а напрямую связано с внеучебной работой, с воспитательной работой в нашем факультете. Мы рассказали им про все мероприятия, которые проходят у нас, про КВН, про наш волонтерский центр, про центр реформального образования, про развитие нашего спортивного сектора, про те проекты, в которых мы участвуем, про возможность написания грантовых проектов, в общем, про все, во что могут быть вовлечены студенты в нашей жизни. Рассказали им про наше самоуправление, рассказали про то, как студенты живут, веселятся, отдыхают и, самое главное, проявляют себя в стенах нашего вуза. Так как мы блок молодежной политики, то, конечно, мы стараемся быть на волне с потребностями нынешних студентов, и мы понимаем, что помимо того, что это качественное образование, они сейчас все заинтересованы в возможности проявления себя, в возможности реализации себя как личности, поэтому наш блок как раз-таки дает им платформу именно для того, чтобы реализовать себя, проявить себя, проявить свои софт-скиллы, где-то улучшить их, где-то получить новые. Все, что можем, всем им помогаем, все им в этом плане даем, предоставляем все площадки для этого развития. В заключении дня открытых дверей абитуриентов пригласили на экскурсию по детскому технопарку РГСУ. Там им рассказали об основных этапах создания одежды и костюмов, как делаются 3D-модели и разрабатываются чат-боты в Телеграм. Я пришел в данный институт, чтобы выбрать свою дальнейшую профессию. Меня больше всего привлек факультет управления социальной экономикой. Данный факультет меня привлек различными сферами деятельности, с обществом связанно, потому что я очень люблю в общении участвовать. Вопросы у меня были связаны с поступлением, какой экзамен примерно нужно будет задавать для поступления сюда. Далее браслетики, блокнот и афишу. РГСУ сочетает в себе столетнюю историю вуза и современные технологии технопарка. Интересно, чем удивит нас университет на дне открытых дверей в 2023 году? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова